Друзья, обратите внимание на богато декорированные блюда Майсон. Очень много золота, ручная роспись, резной фарфор. Резной фарфор всегда высоко ценился, да ещё и когда резные элементы его позолочены. Посмотрите, какая красота! А вот на этом блюде в стиле ракаков, золотых замысловатых раковинных ракайлях, цветы ручной роспись. Этот стол или стенд я особенно люблю и обязательно снимаю все изысканные и богато декорированные изделия из фарфора и цветного стекла, представленные на нём. Ну, а часто я просто прихожу полюбоваться изделиями, достойными музеям. Посмотрите, какие роскошные синие бокалы! Или эти чайные пары изумительные! Или очаровательные тарелочки, представленные здесь. Этот стол всегда расположен недалеко от входа в центре зала. А это у вас немецкие чашечки, да? Бавария. Бавария. И сколько они? По 300. Да, хорошая цена такая, нормальная. Мне вот эта вот очень нравится. Квадратная такая, с таким рисунком. Квадратная такая, с таким рисунком. Квадратная такая, с таким рисунком. Для себя я отметила, это стеклянное старинное блюдо, нежно-салатового цвета. Это замечательное блюдо с яркими цветами. И этот сервиз белый с голубым. И, кстати, точно такой же я видела, есть и у моей подруги в Германии. И, как она говорила, цены на фарфор у них тоже растут. Я вообще очень люблю сочетание синего и белого. Но, а насчет блюда рассматривала, но точно ничего не определила и не спрашивала. То ли он с ружечной росписью, или с деколью, с подрисовкой. Ну, в общем, блюдо замечательное. А сколько у вас вьетнамский чайник стоит? Восемь тысяч. Восемь тысяч? С блюдом. А, с блюдом? А без блюда вы его не продаете. И сколько? Пять. Ну, ладно, я пока подумала. Мне очень понравился этот чайник безумно. К тому же дома у меня были пиалы точно с таким же рисунком. И я очень захотела его купить, но платить пять тысяч? Нет. Я решила поискать его на Авито. Друзья, и мне повезло, я на Авито нашла точно такой же чайник. И стоил он всего 800 рублей. Так что мне очень повезло. И вы видите рядом с чайником пиалы, которые у меня уже были. Их привезли мои родители когда-то из Вьетнама в 61 году они ездили. И вот слева как раз птица Феникс, которую вы сейчас видите. Ну, а справа дракон. Вы его видите тоже в пиале. И видите сейчас на картинке. Вот такой замечательный чайник мне достался. Очень много позолоты. Да. Если в китайской мифологии дракон это символ императора, то птица Феникс символ императрицы. Символ идеального содружества это изображение и дракона, и птицы Феникс. Дракон олицетворяет мужское начало, а птица Феникс женская. Поэтому в китайской традиционной культуре дракон и Феникс составляют неразрывный образ. Феникс также считается символом благоденствия, благородства и добродетельности. Еще есть у меня пиала с карпами или, как их говорят, красной рыбой. Это тоже счастливое такое вот изображение, которое приносит счастье. Но не всегда так везет. Порой бывает, что на Мосвентаже, ну, например, совсем недавно я видела тарелочки Мадонна, которые стоили в три раза дешевле, чем на Авито. Поэтому раз на раз не приходится. Но я постоянно стараюсь быть в курсе и просматриваю все объявления. Извините за небольшую ремарку, но я думаю, вам это было интересно. И вот мы снова на Мосвентаже у прекрасной Ольги, замечательного продавца, антиквара. Это Италия, это ручная роспись, ручная работа, с такой монограммой, подносик, с такими вот астрами. С монограммой, я вижу, да. Это не подписано. Илана. Подпись художника. Такой, подносик такой. Я думаю, что он старенький, достаточно. Он очень, да. Он очень красивый, хороший. Очень красиво смотреться. Какая-то чашечка. Какой-то завтрак. Может быть, вазочка. Да. Бисквитницу вашу помню. А это у вас. Вот это вот моя. Это соусник. Это соусник. Это немцы. Ну, пока сейчас посмотрим. А, у вас поднос такой же. Это к нему блюдо. И соусник вот на своей тарелочке. Да. Прекрасные ирисы. Очень тонкие, очень нежные. И это старый винтерлинг, когда он объединился. Не объединился, а в той же первой. Вот к вечеру, к сожалению, уже забываешь. Ну, ладно. Я думаю, что зрители лучше меня подскажут вам в печати сообщениях. Это тоже ручная, да? Нет, это не ручная. Интервент, вот я помню, вроде вручную. Тут дорисовка есть. А, вот дорисовка. И очень нежные такие красивые. Очень красивые. Очень интересные. Вазы для одного цветка это чей станет? Это Чехословакия. Это аметистовое стекло, которое меняет общенок в зависимости от освещения. Ну, это и хрусталик же. Не чистое стекло, а хрусталик. Просто современные формы. И вообще на стол вот эти вот две вазы изумительные. Но эти вазы сейчас очень дорогой стал. Вот так входит, это не современные, это Чехословакия. А, Чехословакия. Да. И вот эти две вазы стоят сейчас 9500 парой. Не хочу пока их различать. Потому что они прекрасно, конечно, смотрятся. Очень хорошо в комплекте, но... Да. Вот эти вам покажу желтенькие. О, прекрасного, такого яркого солнечного цвета. Светлячного. Это Франция, это конец 19 века. Это стиль, который был до Орнуво. Золотые пасты, роспись. Ракальный тут, ракальный такой рисунок. Вот они тоже парой. Пара не стоит 9000, что я пока не хочу разлучать. Изумительные. Изумительные. Я не помню, а эту я вас снимала. Нет, не помню. Это французская шкатулка. Тоже вот такого вот необычного красивого цвета зеленого. Тоже ручная, конечно, роспись, ручная работа. И в старой манере изображен ангел, играющий на флейте. Тот стиль, который сейчас называют Мэри Грегори. Вот он такой, в старинной манере. Это шкатулка. Я вспоминаю, вроде ее снимала, потому что с одной стороны она открывалась. Но мне она очень нравится. Просто очень. Лишний раз снять ее. Ой, у вас и миниатюрные чашечки там там были. А это что за павшин у вас такой? Какой-то. Это кофейник, даже скорее чайничек. Да. Как называется этот цвет розы какой-то? Это крытье такого характерного для той эпохи цвета. Вот было розовое такое, пурпурно-розовое. Крытье, оранжевое вот такое. И еще какие-то цвета, по-моему, были. Ручки какие красивые. А там какой-то... Какие горбули или как они называются? Львы. Какое же это время? Это Австро-Венгрия. Начало, самое начало 20 века. Стиль, я думаю, что это уже, наверное, Арнуло тоже. Или до него, потому что все-таки эти горбули, наверное, до. Может быть, горбули до, но вот красота такая ручка. Скорее, да? И вот этот вот медальон, ручная роспись. То есть все выполнено ручной росписью. Ой, какой красивый чайник. Какой потрясающий цвет. Просто потрясающий. Просто потрясающий. И сколько такая ручка? Ну, вот, я готова за 8-500 и вага. Очень красивый. Так, у Сины у нас какая-то вага появилась. Это даже графинчик. Он довольно старенький. Очень красивого хобальтового цвета стекла. С виноградом. С виноградом. Я думаю, что это 50-е годы. Очень красивая пробка. Причем так плавно не подходит. Пробка притертая. Притертая, да. Но, к сожалению, этот графинчик, он с недостатком. Он с трещиной. С трещиной не пропускает воду. Но, увы, вот такой уже ездите. Вы так и не имеете значения как-то. Покупайся как-то. Покупайся как-то. 50-х, начало 60-х годов. Вот такие замечательные рисунки на нем. Декольки. А вот эти шкатулки. О, молочник, да. Прям на пальчике у меня. Да. Молочник. А вот эти шкатулки. Это просто и сказки какие-то. Это шкатулки, да. Очень красивые. Красивые, к сожалению. Вот эта шкатуллира, но это не умаляет ее красоты. Красивые, к сожалению. А вот эта уже более такая. Это более старая шкатулочка. К сожалению, есть дефект, который не сразу увидим. Потому что кажется, что это брошечка на плече. А это и есть брошечка. Да, это такой дефектик у нас. Вот такая она, большая. То есть сюда можно что-то действительно серьезное положить. Хорошего размера она очень. Есть лепесточек, вот. Есть очень микро. К сожалению, такие светочки с трудом переносят время. Она с росписью внутри и на крышечке. Это дрезденовская мануфактура. Дрезден, а можно посмотреть. А это шкатулочка, это Чехловакия. Молочное стекло. Они, я думаю, что делали для какой-то парфюмерной компании. Потому что у нее есть крышечка в какой-то компании. Вот такие чудесные тут и сколько в голове. Так это не надо. Ну, подписчикам отдам за 3 тысячи долларов. Спасибо, моя дорогая. А что это у вас такое? Это фарфор, забыл, как это делать. Это бисквитный хайф фарфор. И это чья вещь? Это немцы. Мануфактура шайбы Альцбург. Это Пути играет с Козликом. Это фигура с достаточно большого объема. Очень большая. Очень большая. Очень видная. Ее все замечают. Она в прекрасном состоянии. Вот такие путь. Давайте вам поверну. Да, прям идеальная. Смотрите, да, тонкость текстуры. Очень хорошая проработка. Очень хорошая, да. Ой, связочки у них на ногах такие. Ой, прелесть какая. Тут такие три Пути. Бывают игурки, где один или два Пути. Но тут огромная композиция. Огромная. Это кто? Это шайба Альцбург. Это немцы. Немцы. И стоит она? 40 тысяч, но чуть-чуть, чуть-чуть уступлю. Да. В общем, имеет торг. Ой, а вот, смотрите, что это? Тоже Пути. Это серебро. Это серебряная такая. Это уже серебро. Визитница. Да, это Голландия. Есть клейма. Собака у нее, пробы, клейма. Это тоже Пути. И видите, насколько необычный сюжет. Да. Пути с собакой. Пути тут около кадушки. Какой-то у них, наверное, умывание происходит. В общем, вот такая вот небольшая. И сколько такая, как это стоит? Стоит она 9000. Серебро очень хорошо. Серебро. Антикварное уже. Вот. День, что я провела на Восфинтаже. Уже выпал снег. Его уже частью растоптали. Зима никак не хочет уходить. Ну, вот никак. А я шла домой счастливая. С покупками. Но о них я расскажу вам в следующий раз. Каждый раз, когда я здесь бываю, я обязательно покупаю что-нибудь для души. В этот раз я купила много чего. Дорогие друзья, спасибо, что были со мной. Удачи вам, мои дорогие. Здоровья, конечно, миру в душе и мирного неба над головой. До встречи, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok